Ну что ж, у нас произошли такие события, о которых вы и многие другие наблюдатели вслед за вами говорили уже с декабря прошлого года. Я имею в виду смену руководства в столице республики Вуфе. Сергей Греков ушел в отставку на другую работу, а его заменил Ратмир Мавлиев, бывший глава администрации Нефтекамска. То есть, в принципе, прогноз практически полностью по пунктам сбылся. Сбылся он сейчас, хотя официально до этого никто не подтверждал эту информацию и особо, правда, не опровергал. Ну, на прошлой неделе Ратмир Мавлиев опровергал. Ну, как-то это было в отношении. Очень активно, прямо так вот, ну, однозначно говорил, никаких предложений не было сделано, я работаю нефтекамски. Вот этому заявлению меньше недели. Но мы понимаем теперь с вами, да, что процесс длился все это время наверняка, да, шла подготовка определенная, и теперь мы об этом узнали официально. Какие можно из этого выводы сделать? То есть, хорошо, это плохо. Ну, к слову скажу, утром наши слушатели голосовали, оптимизма особо не проявили, скажем так, то есть, люди не ждут каких-то особых изменений. Правда, 30% нашлось оптимистов среди тех, кто проголосовал, но большинство все-таки говорят, что, ну, какая разница. Вы так же считаете или все-таки не совсем? Нет, конечно, не так, я считаю, ну, это вопрос надо, наверное, перефразировать, зависит ли что-то в городе от фигуры мэра, да, то есть, вот у нас сейчас мэр меняется, и можем ли мы надеяться на изменения, или вот, как вот прогнозирует большинство ваших слушателей, что кто бы там ни был, ничего не изменится. Ну, я полагаю все-таки, что роль личности в этой истории существует, и тут скорее есть преобладание отрицательного фактора, то есть, вот, если Греков был абсолютно бездеятелен, некомпетентен и, ну, условно говоря, не имел никакой смелости, чтобы что-то делать, это вот и дало результат, да, то есть, если ничего не делать, то снег, он сам себя не убирает, да, то есть, вот, абсолютно точно теперь мы доказали, на примере миллионного города, что снег сам с улицы никуда не девается. Если что-то делать, то что-то будет делаться. Я понимаю, что Ратмир Мавлиев попадает примерно в те же условия, что и Греков, я имею в виду административную конструкцию, и действительно, настолько зажали уфимские власти со стороны республиканских, что у них очень мало маневра и возможностей, но у городских властей есть колоссальный ресурс, это жители. То есть, вот, с помощью этого ресурса можно что-то делать. И я не имею в виду раздачу лопат и уборку снега силами самих жителей, на что в последнее время упирала наша мэрия последнего разлива. Нет, речь идет о том, что интересы жителей это определенный политический инструмент, определенная политическая энергия, которую нужно учитывать и без которой, наверное, нельзя эффективно управлять регионом. Вот здесь, манипулируя вот этими вещами, мэрия может добиваться каких-то результатов, да, то есть, каких-то финансовых вливаний, какой-то помощи от региона, от республики, если уж у них забрали вот эти все полномочия и все там возможности влиять на всякие процессы, да. Я имею в виду вхождение в всевозможные экономические программы, то есть, все решается через Белый дом. Я имею в виду, ну, многие другие вещи, в том числе и негласное влияние на некоторые сферы, ну, например, там, на строительную сферу. То есть, активным образом эта тема забирается в Белый дом и пытаются люди контролировать оттуда это все. То есть, по-хорошему, нынешней управленческой команде в Уфе нужно более тонко подходить к процессам и даже самим где-то готовить, значит, общественное мнение, да, готовить, условно говоря, активистов для того, чтобы те, требуя что-то, провоцировали, условно говоря, республиканские власти отдать те или иные рычаги администрации. Ну, конечно, нет. На это ни один из мэров нынешней итерации и ни один из членов хабировской команды на это не способен. Никаких интриг, там, заговоров и прочих вещей наверняка не будет, по крайней мере, вот в такой вот форме. Но, внимательно слушая мнение населения и умело транслируя его, условно говоря, наверх, вбок и вниз, можно, например, во-первых, избежать массы конфликтов. То есть вот те конфликты, которые мы наблюдали в последних двух мэриях, да, вот, ну, далеко ходить не нужно, вот эти вот разборки с застройщиками, в которых зачем-то поучаствовал хабиров. Вот в ущерб своей репутации, значит, своей условно значимостью в регионе, вот не нужно было ему это делать, поучаствовал. Но вот на примере этих конфликтов можно понимать, что эти конфликты можно было обнаруживать в самой ранней стадии и начинать с ними работать. Ни мэрия Мустафина, ни мэрия Грекова этого не делала, и все валилось там вот на авторитет вообще, в принципе, власти. Это вот один из самых больших раздражающих факторов, то есть, ну, Мустафин не успел за это все ответить в мир иной, а Греков, вот, собственно, за это и пострадал, в первую очередь. Ну, имеется в виду, не пострадал, он, конечно, нельзя называть страданиями должности вице-премьера правительства и представителя в Москве, но, тем не менее, уволен он был в большей степени именно за это, за то, что его проблемы отлетали в сторону Белого дома. И лично хабировал зачастую. Вот это вот одна из усталагающих причин. Но ведь чтобы сейчас такого не происходило, я имею в виду, чтобы проблемы не отлетали Белому дому, все-таки вынуждены будут там, наверху, больше полномочий дать на месте, вот этому министерству Уфы, так называемому. Ну, полномочия и не полномочия, они очень боятся этого слова, полномочия, но больше, наверное, все-таки маневр будет дан. Потому что участие и вообще Белый дом бы и приветствовал даже, если бы мэрия сама самостоятельно решала многие городские проблемы, не вовлекая туда там министерство. Ну, вот сейчас вот Морзаев чистит улицы, да? И он прямо говорит, что Уфа не справляется при этом. Ну да, он же сам инициировал эту историю, он сам посчитал эти трактора и выяснил, что у нас 10% только от требуемого количества. Ему сказали, ну, если ты такой грамотный и считать умеешь, вот ты и убирай улицы, да? Ну, примерно так и получилось. Но я шучу, потому что это ненормально, когда республиканское ведомство исполняет функции муниципалитета. То есть, вот, чтобы этого не случилось, вот до такого не доходило, вот тогда нужно, как бы, ну, действительно дать возможность мэрии что-то делать самостоятельно. Но и у мэрии еще должно быть желание это делать самостоятельно, потому что мэрия Грекова никакой инициативы не проявляла. То есть, пришли, почистили, хорошо, не почистили, ну и ладно. Вот как раз к ключевому подходе, как раз я и хотел спросить, а по поводу желаний и амбиции. Те, кто смотрят с оптимизмом на приход Мавлиева, говорят, ну, все-таки человек молодой, что-то получалось в Нефтекамске, здесь большие масштабы. И, наверное, с амбициями все в порядке, и он будет все-таки хотеть сделать что-то хорошее. Амбиции хороши, когда под ними есть подоплека. То есть, когда амбиции подкреплены возможностями, квалификациями, компетенциями, командой, прочими вещами. Мы пока не знаем, что из этого списка есть в запасе у Ратмира Мавлиева. Декларируется, заявляется, что он успешный управленец в городе Нефтекамске. Даже если это так, то Нефтекамск это не Уфа. Равно, как я повторюсь, как и Красногорск, это не Башкирия. Абсолютно аналогия прямая. То есть, если человек, как говорил Муртаза Губайдулыч, курицами трумя командует, даже если он умеет ими командовать, это не значит, что он может птицефермой командовать. Но это не исключается. Вопрос в том, что если Мавлиев привел адекватную команду, если он сам адекватен, если у него действительно есть четкое представление, что нужно делать в Уфе. А вот здесь большой вопрос, потому что, чтобы иметь подобное представление, нужен глубочайший анализ ситуации. имел ли Ратмир Мавлиев время и информацию для того, чтобы дать точную оценку ситуации, я не уверен до конца. А вот знание города и принадлежность городу по праву рождения, скажем так, имеет в данном случае значение? Есть люди, которые считают, что имеет. Бывшие наши мэры часто говорят, вот мы знаем там каждую улицу, каждую трубу под землей и так далее. Нам это помогает. Есть примерно одинаковое количество примеров, которые подтверждают и опровергают этот тезис. Да, гражданка Павлова, лежа в ванной, мечтая о поездке в Аргентину, значит, стала вздыхать, что опять деревенских навезли, тех, кто вырос в общаге, значит, поставили к власти и прочий, прочий, значит, вот этот вот шовинизм. Ну, я не разделяю такую позицию, я говорю, есть примерно 50 на 50 примеров. Есть Собянин, который не москвич. И, в принципе, ну, я не могу сказать, что это кристально успешный пример, но действительно справляется. Есть обратные примеры, значит, и так далее, и так далее. То есть тут, наверное, нужно не на происхождение смотреть, а действительно на компетенции, опыт, на команду и на, ну, возможно, на вот те амбиции, которые испытывает человек. Потому что, на мой взгляд, Греков был слишком присыщен. Ну, вот им, правда, ничего не надо было. Совсем. Ну, в смысле, вообще. То есть он нашел свой путь. Он был такой... Понятно. ...самурай. А какие выводы можно сделать из этих процессов с точки зрения того, как у нас все-таки ведется кадровая политика в республике? Ведь мы понимаем, что решения принимаются на самом верху, и эти решения вынуждены там, наверху, принимать довольно часто. В результате у нас как не год, так новый мэр. И в данном случае, ну, если с Сульфатом и Устафином там были другие причины, то вот здесь пришлось менять собственные решения. Хотя прицел был, я помню, да, на 450-летие Уфы. Вместе отметим, торжественно проведем, подготовимся. Ну, если брать просто вот изолированную эту ситуацию, обезличенную безотносительно к Мавлиеву, просто вот ситуацию по какому принципу человек искался, нашелся и утверждался. Ну, это, конечно, это горе. Вот наша кадровая политика. То есть у Хабирова нет людей в запасе, у него крайне низкий уровень доверия вообще к людям, и, значит, он его никак не повышает. Ну, это закон природы. Вот то, что со временем у губернаторов нарастает вот этот уровень внутренней паранойи и боязнь, значит, каких-то новых людей, боязнь новых контактов и прочее-прочее. Ну, у них накапливается некий порочный опыт и прочее. Но Хабиров тут, конечно, превзошел все ожидания по скорости вот этих процессов. И вообще в последнее время стал задумываться над тем, что он довольно-таки отчетливо повторяет путь Хамитова, но в ускоренном режиме. То есть очень многие процессы, ну, они вот очень сходные, похожие. Просто если вот обезличить эти процессы, то они вообще один в один. И вот к кадровому дефициту он пришел чрезвычайно рано. Значит, уже на третьем году своего правления он абсолютно не имеет никакого запаса, никаких запасных, вынужден пользоваться вот таким вот вторичным сырьем, которым насыщен Белый дом, я имею в виду кадры. Потому Мавлиев, ну, он скорее вынужден на решение. Он действительно очень нравился Хабирову, и он однозначно человек Сидякина. То есть, соответственно, тут вот сошлись две вот эти звезды. И Сидякин продолжает сохранять влияние в регионе, и, видимо, не собирается его терять. То есть это один из кадровых триумфов Александра Сидякина. То есть вот Ратмир Мавлиев. На этом фоне Сергей Греков ушел на другую должность, и как бы тут высвечивается другая проблема, не проблема, не знаю. Но вот такая ситуация, когда у нас люди, уходящие в отставку, пристраиваются куда-то на удобную должность, и таким образом возникает некий замкнутый круг, когда одни и те же люди находятся вот в этом кадровом круговороте, и зайти человеку со стороны, даже если он талантлив и хорош, и даже, может быть, нравится руководству, ему зайти просто некуда. Это вот так или это по-другому работает? Безусловно, это работает так. А вот по поводу Грекова, честно говоря, я разочарован. Я думаю, что у него хватит сил и смелости просто уйти. Вот это было бы правильнее, это было бы красивее. Возможно, это бы выглядело более унизительно для него, и, возможно, тут бы Хабирову возникло больше вопросов, ну, как же так? Ну, то есть тогда бы это был абсолютный провал. Ну, то есть он бы был подтвержденный провал, то есть если человек просто ушел. То есть поработал и ушел, не получилось. Но то, как была обставлена отставка Грекова, это говорит об обратном, да? Почетная грамота за плодотворный многолетний труд. Ну, наверное, имеется в виду вся биография, все-таки. А, ну, в смысле, его труд на Ниве зарабатывания личных капиталов, в смысле, был оценен грамотой, значит, Республики Башкортостан. Возможно, да. Ну, это комично, это комично выглядело, но это говорит о том, что нужно было подчеркнуть, что это вот так выглядит. Кого они этим убедили, я не знаю. То есть, ну, а перевод на место в представительство, это, конечно, ну, с точки зрения содержательной, это, конечно, ни о чем, а с точки зрения, значит, вот подходящего момента, вот так получилось, потому что вот конфликт в представительстве очень, кстати, случился именно к этому моменту, и вот решили эту дырку заткнуть грековым. Он там будет хорошо, органично смотреться, он очень здорово выглядит, когда ничего не нужно делать, он чудесно выглядит. Ну, еще один вопрос все-таки про Уфу. В данном случае деньги, я не знаю, какие-то ресурсы найдутся, и станет ли их больше в городе, или сейчас у нас проблема вообще не в деньгах была, на самом деле? Денег всегда не хватает. Ну, не хватает, ладно. При этом бюджет города неизменно растет от года к году, вопрос распределения, это безусловно. То есть вопрос грамотного, рачительного распределения, ну, с приходом Хабирова подавляющие ресурсы были брошены на украшательство и всевозможное, как он называет, благоустройство. Вот это вот благоустройство, это проклятие современного мира, нынешнего нашего российского мира, это деньги впустую на ветер, это вот эти красивые скамеечки, это вот эти разгромленные уже скверы, которые за многие-многие сотни миллионов строятся. Почему-то кто-то Хабирова убедил в том, что это должно очень нравиться людям. Я понимаю, что это очень коррупционно емкая такая сфера, но, кроме этого, он, по-моему, точно свято уверен, что это очень нравится людям. Но людям нравится не только это. Ну, да, понятно, что им нравится в моменте, пока все новое блестит и не сломано, и как-то освещивается хотя бы. И когда у тебя есть только сквер, но при этом вокруг у тебя больше ничего не сделано, вот это, конечно, не работает. Не над чем доехать до того же сквера, например, или до той же набережной, как у нас в Уфе происходит. Как вам последние движения в плане транспортной реформы? Вот у нас и маршруты новые, частный перевозчик. Заявлено, что у нас уже второй этап или третий, когда тонкая настройка идет уже. Я все ожидаю, когда будет объявлена полная побега. Но по поводу нового перевозчика очень много вопросов. И по поводу этих новых маршрутов, вот этого вот плавающего маршрута, который не существует, они грубым образом нарушили схему и правила вообще-то пассажирских перевозок в городе Уфе, которое утверждено горсоветом. То есть там нет маршрутных... Да-да, теперь это все по просьбам труда. Ну, то есть именем народа и прочее-прочее Булышев, значит, очень красивую формировку придумал. Ну, вообще-то это все незаконно. А все, что незаконно, все, наверное, неправильно. То есть я так рассуждаю, как вот недоюрист. И я не вижу, честно говоря, особых движений. Я вижу имитационные процессы. Да, конечно, заставили купить новый транспорт, и, наверное, это неплохо. Ну, то есть... Но новый лучше, чем старый. Но новый лучше, чем старый. С этим, наверное, спорить никто не будет. Пиар на этой почве, на мой взгляд, зашкаливает, и надо немножко ослабить напор, потому что уже не воспринимается, а иной раз ее воспринимается как бы в обратную сторону. А вот эффективность нужно оценивать независимым образом. Потому что если Прочаковская нам скажет, что у нас все хорошо с транспортом, это ничего не значит. Это так же, как когда Утяшева говорит, что легко можно дозвониться до скорой помощи. Это тоже ничего не значит. Потому что до нее нельзя вообще дозвониться до этой скорой помощи. То есть вот в чем дело. Независимый аудит очень бы не помешал, и вообще экспертиза транспортной схемы и транспортной ситуации в Уфе, она назрела. Именно независимая экспертиза, когда специалисты скажут, что здесь плохо, здесь хорошо, здесь надо добавить, здесь убавить. А вот это хаотичное движение, обнимашки с какими-то непонятными перевозчиками, которые работают без лицензии, без документов, без ГЛОНАССа, и только потому, что они нравятся дорогому Радио Фаритовичу, это как-то нездорово выглядит. Еще один кадровый момент текущей недели. В «Единой России» руководство меняется. Я имею в виду республиканское отделение. Рустам Ахмадиноров написал пост о том, что уходит после отпуска, и нашли уже ему замену. Некоторые комментируют, что это связано с выборами, которые на следующий год уже состоятся, и там скоро еще и президентские выборы. Как вы это прокомментируете? Ну, уход Ахмадинорова закономерен по содержанию, внезапен по форме, то есть тут все у нас, как обычно, кони-люди смешались. Ахмадиноров очень не понравился Турчаку, когда он приезжал сюда не так давно, и был такой легкий скандалец. Ахмадиноров очень не нравился Сидякину, а Сидякин не последний человек в партии. Сидякин не стеснялся его потроллить прямо в открытую и в присутствии посторонних. То есть его судьба с точки зрения партийной позиции, наверное, была решена, даже если это не очень... Это приветствовало с Хабировым. Ну и Хабиров к нему тоже охладел, прямо скажем. Потому что это закономерно. А то, что исполком крупнейшего отделения партии Единая Россия, башкирского отделения, такое занимало очень скромную позицию в рейтинге по стране, это говорило о том, что ничего не делается. Ну вот так, человек с человеческим лицом, надо отдать должное, Ахмадиноров, в том смысле, что общался. Вот опять же, я с точки зрения своей колокольни рассуждаю. Открыт был. По любой проблеме, по любому вопросу соглашался давать комментарии. Они не всегда звучали убедительно, понятно. Иногда даже они звучали комично. Но так или иначе, был диалог с прессой и с людьми. Чего не скажешь о других представителях той же самой партии. Почему такие вещи не оцениваются позитивно? Ими же. Ну, это не стиль Единой России. Единая Россия – это мрачная, серьезная организация. Это придержатель власти и прочее, прочее. Там вот эти комические жанры, они, видимо, не приветствуются. Но на самом деле, я соглашусь, Ахмадиноров – это большая потеря для нашего медийного пространства. Было много веселья, много поводов для обсуждения и прочее, и так далее. То есть сейчас придет какой-нибудь скучный парень в пиджаке и в галстуке, фамилию которого мы будем мучить долго и нудно. И ничего не будем слышать про это. Единая Россия – это для грустных. Да, Единая Россия – это партия грустных людей. Андрей Патрицын, политтехнолог, у нас сегодня в гостях. И мы продолжаем тему отставок и назначений. Ну, завершим, наверное, вопросом. А что у нас с теми дырами, которые до сих пор не закрыты? Я имею в виду администрацию главы республики. У нас там долгое время исполняющие обязанности. После ухода Сидякина. В частности, вот есть ли какие-то прогнозы у вас? Надо ли вообще эту тему закрывать, в конце концов? Нет, безусловно, надо. Потому что даже если рассматривать Кельсинбаева как некую имитацию руководителя администрации президента, главы региона, ну, даже ему, например, нужна ясность. Конечно. Ну, то есть нельзя быть вот таким бесконечным исполняющим обязанности. По поводу прогнозов я вот сейчас воздержусь от фамилии, потому что я знаю, кто не прошел, и несколько вариантов, которые вот сейчас пока прорабатываются. Но, насколько я знаю, есть еще и сценарий, когда этого человека назначат прямо из Москвы. Потому что у руководства, политического руководства, сложилось впечатление, что, ну, башкирская власть не в состоянии сделать адекватного выбора. Ну, по крайней мере, устраивающая все стороны. Дело в том, что руководитель администрации, главы региона, он работает не только с главой региона, и не только здесь, ну, как бы является там значимой фигурой, он работает еще и с политическим блоком в Москве. То есть он должен устраивать и, условно говоря, Сергея Владиленовича Кириенко, и здесь главу региона. Вот здесь, видимо, произошли какие-то недопонимания. Ну, по крайней мере, по тем фигурам, которые являли наши власти туда, в Москву, и показывали, они были все отвергнуты. Есть несколько предположений, некоторые из них совершенно фантастического характера, некоторые там непонятно, на чем основаны, но пока эта позиция вот не заполнена, и однозначного претендента на эту позицию сейчас нет. А вот Алан Морзаев, мы его сегодня упоминали, он довольно долго работает с приставкой ИО, причем при этом не кажется, что он эту приставку имеет, он очень активен, как мы уже упомянули сегодня, на улицах, в соцсетях с людьми общается, постоянно что-то говорит, ну, и делает, в конце концов, по крайней мере, мы видим что-то. Делает, делает, да. А почему у него приставка эта самая не имеет значения или имеет, и почему эта приставка не убирается так долго? Ну, понимая этого человека по характеру, я скажу так, ему вообще все равно, есть эта приставка или нет. То есть он такой вот, ну, многие из чиновников декларируют, что они там люди дела, там, 5-10, им ничего не важно, но не все, кто так говорят, все на самом деле так вот исповедуют такую, значит, ситуацию, но, насколько я понимаю, Морзаев, именно вот из тех, которым глубоко наплевать на эти все буквы, он действительно чудовищным образом предан Хабирову, он действительно исполняет все его указания, он такой вот этот пехотинец Хабирова в том смысле, что попросили заняться вот этим, он стал заниматься. Абсолютно несвойственная по его биографии деятельность, то есть он был налоговиком, он был там транспортником, но вот ЖКХшником не был никогда. И, наверное, да, год назад, если бы ему сказали, он бы, наверное, очень удивился и покрутил бы пальцем у виска. Ну, вот так вот. Люди разные просто. Кому-то, у кого-то есть воспаленное тщеславие по части вот своих вот этих вот должностей и титулов, у кого-то есть там тщеславие чего-то добиваться и, ну, являть людям эти результаты. Я с осторожностью хвалю Морзаева, на самом деле, сейчас, потому что, ну, да, действительно, вот в этом эпизоде со снегом ему удалось кое-что сделать. Мы до конца не знаем, какими ресурсами и за чей счет, ну, бесплатную, сверживую только в мышеловке, ну, да, ему удалось за четыре дня купить вот эти четыре ротора аэродромных. То есть как он это сделал, я не знаю. Может, взаймы, может, своими деньгами рассчитался. Ну, то есть все равно нужно же конкурс проводить, нужно же закупать, это же государственная процедура, а вот он взял и за четыре дня откуда-то эти четыре Урала нашел. Ну, бывает. Ну, то есть будем пока осторожны в оценках, ну, получается кое-что у человека. Можно ли его назвать лучшим или одним из лучших среди министров, которые сегодня действуют? Ну, по части прямой эффективности, может быть, потому что я в последнее время как-то вот не вижу прямых результатов. Ну, тут еще у нас есть такая специфика в Башкирии. У нас результаты перераспределяются внутри властных элит, да. Вот, например, если у нас что-то хорошее происходит в области транспорта и дорожного строительства, то господину Булушеву из этого ничего не достается. А это все личный вклад дорогого Радия Фаридовича. Ну, проблемы, естественно, все порождаются самими министрами. То есть тут Хабиров ни при чем. Потому оценивать вот министров объективно очень сложно. Возможно, даже что-то и делается, но все как бы победы присваиваются Хабирову. То есть вот дать им точную оценку, кто был там действительно инициатором этого. Вот давайте ситуацию рассмотрим. Ковидные госпитали. Где два ковидных госпиталя в Сибае и в Туймазах? В конце февраля, по-моему, вот-вот появятся. А обещаны? В конце февраля нет, разве нет? Нет, на 1 февраля было бы. Ну, то есть там очевидный провал по срокам. Кто виноват? Кто отвечал? Когда их построили в срок и быстро, желающих выбежать и сфотографироваться на фоне развивающихся флагов было хоть отбавляясь. Сейчас как-то тишина, да? Это к вопросу об успешности. Кто виноват? Забелин, Абдрахимов. Кто виноват? Назаров. Ну, то есть как-то тишина, да? То есть это вот к вопросу об эффективности. В Сибае проблема со строительством этого, значит, госпиталя. И я не уверен, что он будет к концу февраля закончен. А по вашим данным, с чем связаны эти проблемы? Может быть, поставщики или нет? Ну, это организационные моменты. Ну, может быть, и поставщики. Но это же зона ответственности ответственных. То есть одно, ну, как говорится, у победы масса родителей, а у поражения сирота. Соответственно, здесь вот это мы вот и отвечаем на вопрос об эффективности министров. То есть если мы ее оцениваем с точки зрения достижений, можно, это один счет, да? Если мы оцениваем по нормальному KPI как разницу между победами и поражениями, то это другая цифра, да? Ну, безусловно, Морзаев последние недели ярко выглядит на фоне бледных других. Это так. Тут нас просят прокомментировать деятельность уфимских депутатов, которые, к слову говоря, единогласно поддержали кандидатуру Градмира Мавлиева. То есть никто особо вопросов не задавал. Между тем, значит, они же тоже какую-то деятельность ведут. Среди них много тех же застройщиков. И вот тут приводит так, слушатель, по Валериану Гагину и одному из последних решений Грекова о разрешении размежевать территорию под будущий центр современного искусства. Насколько я помню, вы противником выступали. Я яростный противник застройки этого последнего сквера на Кирово. Дело в том, что в 200 метрах от этой площадки, которую себе приглядел Гагин, от этого сквера, который он хочет снести, находится Арт-квадрат. Зачем горожанам на тесном пятачке в центре города два крупных центра современного искусства? То есть тот же самый Арт-квадрат может развиваться и развиваться как некий центр притяжения креативной молодежи, всевозможных экспериментов и прочих вещей. Там и выставочные центры, и выставочные залы, и все, что угодно. Все можно делать. Зачем нам нужен второй? Вместо последнего сквера. Самое главное. Ну, ведь сверху, там надо сказать, что там был травка и несколько деревьев. Ну, как несколько? Там нет, я там живу в соседнем доме, я очень хорошо знаю эту травку и деревья. То есть это у меня вообще корыстный интерес. То есть я не хочу, чтобы там был центр Валериана Гагина. Более того, зная манеру и зная вот эти вот ходы и выходы, как это все обустраивается, безусловно, это будет никакой не центр искусств, это будет офисный центр, торговый центр, и сбоку будет выставочный зал. Ну, посмотрите на вот это вот здание, где у него там находятся эти облака. Ну, это же торговая точка, там фикс-прайс, магнит, куча всяких лавок, каких-то кабаков и прочих этих, и там где-то еще есть облака внутри. Этот как бы центр как бы искусства. Ну, то есть что-то подобное, только в большом масштабе, и вместо зеленого пространства Гагин собирается нам построить здесь вот на Ленина-Кирова. Ну, если я правильно концепцию помню, все-таки не все так плохо в проекте. В том-то и дело, что у нас концепция имеет свойство меняться по ходу проектирования и реализации, понимаете? То есть когда потом это будет некий, значит, мол с офисными зданиями и двумя выставочными залами, вам скажут, ну, извините, так получилось. А уже будут зафиксированы все права на застройку, уже будут подписаны эти все архитектурные решения, уже будет подписано, значит, проект и прочее скажут, ну, как же, ну, все же подписано, все законно, тем более Валериан Гагин у нас сидит в Горсовете, и, собственно, как-то вот даже где-то там близко к этому всему, к этой всей Сарапуловой и прочей истории. То есть вот этого мы боимся, жители этого района, и я абсолютно уверен, что жители района самым активным образом будут противодействовать этому проекту. Ну, тогда уточню, а вот с жителями района на сегодняшний день были какие-то контакты, разъяснительная работа, как это принято говорить? Да, да, ну, по крайней мере, у меня было очень много звонков и переписки на эту тему, там все в ярости готовы сейчас создавать эти инициативные группы и прочее, и очень хотят поучаствовать в общественных слушаниях на эту тему, которые будут, видимо, проводиться. Значит, то есть люди сейчас готовятся к тому, чтобы дать внятный ответ горсовету о том, что они не хотят этого объекта там. Но если это вот решение принято уже, как вы оцениваете, есть ли варианты вообще какие-то? Нет, конечно, нет. Это всего лишь разрешение на межевание участка. То есть это не аренда, не выкуп земли и прочее. То есть это все легко отменяется, и мы будем добиваться того, чтобы это все отменялось. А если они все-таки объяснят и пообещают, и это будет довольно убедительно звучать, что это вот не то, что вы говорите, а все-таки что-то хорошее, которое не будет перегружать пространство? Ну, говорить-то они обязательно это будут делать. Они говорить будут обязательно, но только нужно трезво оценивать достоверность всех этих слов и прочее, прочее. То есть, ну, вот к этому я и призываю, чтобы жители района и те, кто будут там участвовать в этих тех процессах, они трезво относились к тому, что им скажут, и к тому, что будет потом получено в итоге. То есть как вот о кафе, да? Говорили-говорили, а разрешение-то на строительство дома есть? Есть. И можно строить. И вы хоть разбейтесь в лепешку, а дом там можно сейчас начать строить. И, возможно, начнут. Да, да, это так. Знаете, тема последних дней у нас на Эхе в том числе освещается. Это, скажем так, ну, наверное, отголоски того выступления Радия Хабирова, который 17 января, по-моему, на оперативке раскритиковал экс-главу Иглинского района Решата Исхакова. И вот по следам этого, значит, у нас Николай Бажин, видеоблогер, выкладывает фильм, претендующий там на статус расследования, да, о том, что там все очень ужасно, и имело место быть создание преступной группы там с заказом убийств. Значит, дальше Ильдар Исангулов, журналист у нас в эфире, также выступил, подтверждая вот эти вот все версии, соответственно, и говорят, что это все было, но никак не было расследовано. Представители Исхакова на связь с нами вышли, в том числе его сын Рустам Исхаков, записал обращение к Хабирову, правда, он уголовную составляющую упустил, но вот по поводу земли высказался, что все не так, что виноваты на самом деле нынешние и предыдущие руководители администрации, там, Самойленко и так далее. Что это все вообще такое? Кто-то вообще вспоминает самого Хабирова, который в те годы был руководителем администрации, рядом с Исхаковым стоял на видеороликах и хвалил за то, что у них там передовой опыт в некоторых бизнес-моделях, скажем, да? Что это? Делешь, я не знаю, пирога, исключительно финансовый интерес или желание навести порядок? В моем варианте это, конечно, не делешь. В том смысле, что что-то не поделили. То есть это еще не делешь, это вот не поделили. Я абсолютно не в курсе того, как устроена, ну, вот юридическая конструкция хозяйства Исхакова, да, то есть насколько законно, незаконно он владеет или там арендует эти земли. Ну, вот Хабиров заявил, что он там, ну, по сути, Хабиров его обвинил в присвоении там двух с половиной тысяч гектаров и там какой-то необоснованной аренде еще тысячи гектаров. То есть само по себе заявление Хабирова, конечно, было очень юридически таким спорным. Ну, ладно, то есть это просто проверяется же, да, ну, покажите документы. Так ведь? Вы вот едете на машине, вас гаишник останавливает и проверяет, ваша машина, не ваша, да? Так ведь проверил, отпустил, не ваша, значит, ну, как бы, давайте разбираться, другу украли. Все же очень просто, но земля это тоже вещь, которая, ну, объект, который, как бы, ну, документально оформляется. Собственность, аренда и прочее, законность выделения можно проверить и так далее. То есть это, конечно, яйца выеденного не стоит, это проверяется быстро. Вопрос только, почему это возникло, ну, я полагаю, что это какой-то земельный конфликт. То есть, судя по всему, Исхаковы не согласились на какие-то предложения, которые делались им кулуарно. Вот мое представление такое. То есть причина этого всего. И тут Хабиров, значит, сорвался с цепи и так далее. Действительно упустив тот момент, что если даже клан Исхаковых создал для себя вот этот вот земельный банк вот каким-то не до конца законным образом, то он сделал это, ну, при попустительстве Хабирова. Потому что он тогда был руководителем администрации. То есть в присутствии Хабирова как представителя власти. И, то есть, ну, Хабиров был либо слепой, либо глухой, либо в доле. То есть одно из трех. Сейчас, видимо, поменялись приоритеты, поменялись акценты. Возможно, Исхаков не входит теперь в близкий круг, судя по всему, Хабирова. То есть, ну, вот так. Я не вижу здесь как бы вот оснований для этой истерики, во-первых, которая случилась. А иначе это не назовешь. Но если вы подозреваете, что это не так, обратитесь в прокуратуру. Вот прямо от лица администрации главы региона. Уж, наверное, ваше обращение примут, да? И проверят добросовестно. И отчитаются, и скажут, покажут, вот право собственности. Вот нарушены, вот не нарушены. Все. А это в чистом виде истерика. Ну, и подключение таких персонажей, как Бажина, это только подтверждает. Потому что, ну, я, честно говоря, был разочарован тем, что сделал Николай. Это, конечно, очень непрофессионально, то, что было это сделано. Ну, вот такой уровень. Ну, там у него герои живые люди. Ну, я понимаю, но это же все-таки его авторская программа. Он же отвечает за нее. То, что они живые. Ну, то, что они живые, это хорошо. А вот то, что, ну, как бы, насколько они достоверны и прочее. То есть, ну, я говорю, я разочарован был. То есть, это вот была некая часть вот этой истерики. Ну, и прочие все остальные подпевалы, которые начали в телеграм-канальчиках, там, значит, все это дело обстряпывать и обсуждать. Еще раз говорю, я не защищаю Схаковых, я не знаком с ними. И вообще, Иглинский район для меня абсолютно неизвестен. И их ситуация, и их там путь жизненный и бизнес-путь. Но так не делается в правовом государстве. Тем более, когда глава региона, там, как будто бы юрист даже. То есть, ну, мы все больше и больше убеждаемся, что он, видимо, лучше рис у него получается, чем юридические какие-то аспекты. Потому что очень много шляпов вот в этой области. На прошлом заседании он посоветовал Ульчеву, значит, когда Ульчев доложил, что все счеты стоят в закон, он все-таки потребовал найти путь решения, значит, обойти это все и снести их. Ну, разве настоящий юрист так сформулирует задание? Кстати, вот эти счеты меня тоже заинтересовали. Почему вообще ими занимается агентство по печати? Казалось бы, это рекламный бизнес, вроде бы, это как бы совершенно отдельная история. Муниципалитеты вроде должны отвечать. Да, еще один из аспектов, вот не так давно, несколько лет назад, это было ведение города. А сейчас этим занимаются вот... Ну, одно время отдали это, Мелкоедов еще был тогда. Ну, это вотчина, это синекура, это огромные деньги. Когда Ульчев озвучил суммы, которые получают муниципалитеты в общем по Башкирии с этих счетов, в качестве там вот, ну, за право их размещения, я просто смеялся в голос, потому что это даже не один процент вот оборота этого бизнеса. Это очень маржинальный бизнес, если им правильно заниматься. И, соответственно, конечно, там такие огромные деньги ходят внутри него, в том числе и не всегда они такие белые, что, конечно, это очень такая сытная позиция. И потому она была сконцентрирована вот в этом агентстве, и потому Максим Ульчев так замечательно выглядит. — Понятно. Значит, тут еще нас просят прокомментировать отчеты о том, что у нас успешно происходит, как это называется, привлечение инвестиций, и есть у нас показатели по росту промышленного производства. Ссылаясь на один из ваших роликов, пишет радиослушатель, значит, и вы там, судя по тому, что он пишет, критикуете эти цифры и называете их не вполне достоверными. — В чем смысл? — Нет, я рассуждал, может быть, и не до конца понятно, но я говорил о том, что 107,5% роста промышленного производства — это 7,5% плюс к прошлому периоду, к сравнимому периоду, а 7,5% — это ниже инфляции. — Официальной даже. — Ниже даже официальной инфляции. То есть, условно говоря, индекс промышленного производства приводится как счет на единицы — это рубль. Ну, то есть, нельзя сложить свинью с паровозом, да? — Понятно. — То есть, стоимость свиньи складывается со стоимостью паровоза. Но если свинья и паровоз подорожали в течение этого периода на 8,6%, то физически больше товара не стало. Вот логика моя такая была. Потому, ну, гордится вот, это как Линара Иванова гордится приростом населения меньше 0,1%, что является статистической погрешностью. Так же и вот здесь вот с этим вот индексом промпроизводства тут, конечно, не все понятно. Вот давайте в паровозах лучше, чем вот в этих цифрах. — Почему у нас не все получается? Это, опять же, конъюнктура такая сложилась в стране. Это вот международное положение, я не знаю, коронавирус, или больше проблем внутри. — Руслан, вы за 6 минут до окончания эфира задали вопрос, который потребует нам несколько суток. — Закончим в следующий раз. — Нет, ну, конечно, это глубоко философский вопрос. Почему у нас не все получается? Ну, тут масса причин, тут целый комплекс причин. Но если мы говорим о качестве управления, то оно у нас снижается, с каждым годом оно снижается, и качество управления, и результаты на выходе снижаются. — То есть поначалу даже лучше было, по идее. Люди были более ответственными, профессиональными. — В какой-то период, да. То есть у нас снижается качество, уровень жизни населения и качество населения, уровень образования населения очень резко снижается. Соответственно, отдача от работников и прочее. У нас снижается уровень производительности труда, что является фундаментальным показателем для экономики, и так далее, и так далее. В таких условиях роста быть не может. Но в ответ на это мы предпринимаем или неадекватные действия. То есть мы, например, начинаем воевать в Сирии, мы стягиваем войска к границе Украины. То есть это непродуктивные действия, которые не приносят в экономику ничего, а более того, ее разрушают. Мы проводим Олимпиаду, мы еще что-то там такое делаем. — Это уровень России. А Башкирия? — А Башкирия примерно так же себя ведет. Мы запускаем салюты, мы устраиваем фестивали, мы едем в Казахстан. Ну, то есть мы себя ведем так, как будто у нас все хорошо. А нужно опускаться на землю и заниматься конкретно тем, чтобы, во-первых, если мы хотим внешних инвестиций, вот монетарных инвестиций, мы должны доказать инвестору, а инвестор это очень пугливое существо, оно при каждом шорохе собирает деньги в охапку и убеждает. — Но ведь у нас постоянно инвестор-часы, постоянно их принимают с объятиями, у нас для этого целый госкомитет, даже уже министерство это называется, внешнеэкономические связи. — Но при этом мы громим собственных бизнесменов, давая понять любому внешнему инвестору, что власть в Башкирии вполне себе на это способна. Когда они громят, значит, вот эту гостиницу несчастную, неважно, что там были проблемы, но это трактор, который снес бизнес. Вот трактор — это власть, а гостиница — это бизнес. Приехал трактор и снес эту гостиницу к чертям собачьим. Когда мы разрушаем построенный годами бизнес перевозчиков внутренних, и почему-то приглашаем каких-то посторонних, которым все можно, и так далее. То есть это очень плохо влияет на имидж региона. Люди с деньгами, они пугливые, они хотят понять правила, прочее. Садовое кольцо. Пригласили, втянули во все это, и сейчас они думают, как отсюда уйти вообще, с меньшими потерями. Ну, я так утрирую, я, может быть, там слишком это упрощаю. Но у них не получается то, что им было обещано. То есть они вложили 500 миллионов достройка вот этих вот домов и прочих вещей, а арифметика не бьется. Они же бизнесмены. Инвестор — это бизнесмены. Это же не благодетель, это же не НКО, не религиозная организация, которая просто так строит чего-нибудь, чтобы Богу было приятно. Нет, это бизнес. Привлекательности региона я не вижу для внешнего инвестирования. Вот я не вижу усилий власти, я не вижу широких улыбок власти, я только на словах. А на деле видят вот это. Люди информированы, люди же читают газеты, смотрят сайты, впитывают эту повестку и понимают, что регион не очень простой. А вот причина происходящего, с одной стороны, вроде, кажется, ну, выглядят, по крайней мере, искренними вот эти вот желания привлекать людей, но и встречи, они выглядят, ну, опять-таки, убедительно, да, то есть рукопожатие, обнимание, вот Белоруссия, Казахстан, то же самое и другие лассерсбергеры. А в других местах вот вы, наверное, правы, да, тут я не могу не согласиться, есть перегибы. Это потому, что вот как бы, ну, не умеем работать одинаково качественно везде, или у нас вот цель такая? Тут есть проблема целеполагания, потому что непущение на рынок посторонних, простых посторонних с улицы, это залог того, что можно пустить своих. Посторонние платить не будут. Они придут, скажут, а, окей, нам нравится, и дальше начнут делать свой бизнес. Платить налоги, создавать рабочие места, ну, вам-то как чиновнику от этого что? Ну, налоги и рабочие места. А, нет, это не ваш карман. Нет, вот в том-то дело, что очень серьезно перепутана государственная и частная шерсть. Вот они очень перепутались, их уже надо бы распутывать. Вот в чем проблема. Это такая корыстная логика чиновника. Мне зачем это надо? Ну, построите этот завод, будете процветать еще. Это логика больше свойственна нашим республиканским властям, или это бич России в целом? Ну, это у нас вертикаль власти, она у нас единообразна. Повсюду, просто разные полномочия, разные возможности. Естественно, начиная с федеральной, заканчивая последней районной властью, эта логика примерно одинаковая. Но местами бывает лучше вот в этом смысле? Бывает, да. Это, опять же, от людей зависит. Есть губернаторы, которые, ну, показывают примеры, говорят, и делают то, что вот у них получается, и привлекают. Они, ну, многие просто недальновидны у этой власти. Они понимают, что вот, если он добился успеха, и даже ничего сам с этого не получил, ему все равно будет хорошо от этого. То есть есть примеры такие. Но для этого надо мозги в голове иметь. Спасибо большое. Это был политтехнолог Андрей Патрицын. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на эхе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова